Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая вчера нажала не на ту кнопку и вышла случайно в прямой эфир, показав нам, как она обедает. Перед ней стояла тарелка с сосисками, с черным хлебом и с нарезанным огурчиком. Проклянет меня, брат, сказал Лена Хэппи, потому что мой рацион, как вы видите, далек от веганства. Ну, это ладно, это мелочи жизни. Лена снова с экрана обратилась к обзорщице Марьям, опять завела разговор про какие-то страйки, про какие-то жалобы. И прежде чем мы поговорим непосредственно о стриме Лены Хэппи, я тоже хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что я не рассказывал об этом ранее, но недели две назад я проводил стрим с пустыря. Да, назывался он «Посидим на пустыре». Так вот, из-за жалоб на этот стрим YouTube снял мне монетизацию. Я сначала хотел удалить этот стрим, но потом подумал, что мы собираемся не только ради монетизации, но и ради общения, поэтому пусть этот стрим висит. Вроде ничего там такого мы не говорили. Да, там, конечно же, упоминалась Лена Хэппи. Поклонницы Лены Хэппи, видимо, нажаловались. YouTube сразу отреагировал, снял монетизацию. Тем не менее, я решил подать заявку на апелляцию, потому что считаю, что ничего противозаконного мы там не делали. И вот вчера, наконец-таки, YouTube мне ответил, сказав, что они вручную, мануально все просмотрели, все проверили и постановили, что действительно никаких нарушений сделано не было. Им не вернули монетизацию на этот стрим. Поэтому, если вам не сложно, не в службу, а в дружбу, чисто символически, чтобы отпраздновать это событие, зайдите, пожалуйста, на этот стрим с пустыря, который мы проводили 2-го, по-моему, августа. Короче, 2 недели назад примерно. Поставьте там лайк или какой-нибудь смайлик, просто, чисто символически, чтобы показать YouTube, что у этого видео есть поддержка. Только если у вас есть свободное время, естественно. Ну, а мы с вами переходим непосредственно ко вчерашнему эфиру Лены Хэппи. Лена Хэппи приехала домой раньше обычного, ее отпустили рано с работы, по-моему, из-за надвигающегося шторма. Лена вернулась домой голодная, как волк, уставшая, сразу же засела за стол и подключилась к эфиру, и сразу же обратилась напрямую к Марьям. Опять у Лены какие-то претензии. Марьям опять подстрекает своих зрителей на то, чтобы они что-то сделали, по словам Лены Хэппи. Если честно, как только Лена начинает обращаться к Марьям, мой мозг отключается, потому что это одно и то же, какие-то пререкания бесконечные взад-вперед. Но Марьям все-таки была не основной темой на вчерашнем эфире. Лена была довольна, счастлива, потому что у ее сына годовщина свадьбы. Сын у Лены успешный, жена у него замечательная. Сын жены, который также стал сыном сына, но не стал внуком Лены, растет, закончил уже какое-то училище. В общем, все в семье у Лены хорошо, все там схвачено. Маме помогают и сын, и брат. Дочь приезжала, тоже заезжала к родителям Лены. В общем, все там нормально у родственников Лены Хэппи. Если вы хотите сделать Лене донат, то переведите деньги на счет мамы. Ну а вообще основной темой на канале Лены сейчас является тема работы, тема карьеры. Лена снова прошлась по основным вехам своей трудовой деятельности за время проживания в Соединенных Штатах Америки. Снова вспомнила трак, снова вспомнила блинчики, снова вспомнила школу. И, естественно, школа оказалась самым ужасающим местом, где Лена когда-либо работала. Школа оказалась адом, ангелочки превратились в демонов, которые бегали по классу, которые забегали в одну дверь, выскакивали в другую. Лена пыталась их поймать, но не могла. Лена звонила в секьюрити, но пока придет секьюрити, эти ангелочки уже убегают куда-то. И Лене нужно их идти искать. В общем, это был тихий ужас. Я уже сейчас не говорю про преподавание, это было так сложно. Там ведь не делали скидку на то, что Лена молодой специалист, что она только-только вот сдала все экзамены и пришла свеженькая в школу. На это не делали скидку, ее воспринимали как настоящего учителя, к великому удивлению самой Лены Хэппи. Они давали ей классы разного уровня. И шестой класс, после него седьмой. Потом снова шестой, а вы думаете это легко? Во-первых, теория разная. Нужно перестроиться на новый лад. Во-вторых, нужно оформить доску. Для каждого класса новое оформление доски. Пишешь число, классная работа, тема урока. Это же надо все запомнить. А у Лены не было времени для того, чтобы писать ход урока дома. Потому что дома Лена делала браслетики. Лена выходила на прямой эфир. Какой ход урока? Она приходила и импровизировала. А выяснилось, что это не так легко. Тем более, что дисциплины ноль. Пока Лена всех успокоит. Ходя по классу с табличкой на шее. Помните, она писала таблички. И когда ей нужно было кого-то успокоить, она подходила к ученику и тыкала ему в лицо табличкой. Мол, тихо. Когда ей нужно было кому-то сказать о том, что нужно начинать делать домашнее задание. Она приходила с новой табличкой. Открыл книгу, делай домашнее задание. В общем, у Лены была своя методология. Она хотела сказать свое веское слово в педагогике. Но вот не получилось. Не задержалась она долго в этой школе, потому что пошли кляузы. Стали писать, стали жаловаться на Лену Хэппи. И ей пришлось распрощаться с карьерой педагога. А ведь если бы она там задержалась, возможно, она действительно смогла бы реформировать эту прогнившую школьную систему, в которой она оказалась волею судеб, и к которой она так стремилась. И ведь сдала же экзамены. Сдала экзамены на временную лицензию. Но не получилось. Реальность оказалась иной. И вообще Лена сказала, что по сравнению с ангелочками, по сравнению со школой, работа трак-драйвера – это вообще рай на земле. Потому что ты принадлежишь сама себе. Ты работаешь со взрослыми людьми, а не с этими несмышленышами, которые тебя ни во что не ставят, кричат, орут, смеются, бегают по классу, прыгают по партам, а ты ничего сделать не можешь. Плюс непонимание и ноль поддержки со стороны педагогов, со стороны директора, со стороны завуча. Никакой поддержки. Естественно, в таких условиях работать сложно. Но Лена ведь знала, что она шла в спецшколу. Ну, не в смысле спецшкола там с углубленным изучением английского языка или испанского языка. Нет, а школа для детей с проблемами в успеваемости. Школа для проблемных детей. Вот в такую школу Лена попала, естественно, не была к этому готова. А на траке это совсем другое дело. Полная свобода. Никаких детей, никаких коллег, которые стоят над душой. Плюс деньги неплохие. Поэтому Лена с радостью и с теплом в душе вспоминает карьеру трак-драйвера. Ну, а самый радужный период в жизни Лены Хэппи, это был период, когда Лена пекла блинчики. На блинчиках Лена была действительно счастлива. Потому что это был период, когда Лена как раз-таки вырвалась первый раз от Вильяма. И она почувствовала свободу. Она, наконец-таки, вздохнула полной грудью. Да, она пекла блинчики на нескольких сковородках. Да, она ездила, закупала оптом смесь. Не то просто муку отдельно, яйца отдельно, молоко отдельно. Да, это все требовало огромных усилий. В том числе и физических. Потому что Лена была все время на ногах. Но Лена была счастлива. Платили хорошо. Это была свобода. Вильяма рядом не было. В общем, Лена с радостью вспоминает именно этот период. Ну, а вообще, конечно, люди задаются вопросом относительно того, почему у Лены вот такие перепады настроения. То есть позавчера Лена рвала и металла. Кстати, Лена сама сказала, что не понимала вообще, что с ней происходило. Вроде такой безобидный вопрос. Да, Лен, что у вас там гости? А Лена так отреагировала. Ну, просто рвала и металла. Просто припадок с ней какой-то случился. Но такие перепады настроения настораживают зрителя. И многие, в том числе и некоторые блогеры, считают, что это из-за того, что Лене не хватает мужика. Мол, это гормоны. Ей нужно срочно пойти к психологу-психиатру. Пусть ей пропишут препараты. Это приведет ее гормональный фон в порядок. И Лена перестанет бросаться на стены из-за нехватки мужского внимания. Лене не понравилась такая интерпретация ситуации. Она даже прикрикнула, повысила голос. Сказала, вот кто вам там рассказывает про гормоны, про кекс. Вот идите туда, на тот канал. Намекая, естественно, на прямой эфир лоры USA. На самом деле, я, наверное, соглашусь с теми людьми, которые считают, что Лене просто скучно. Вот Ольга, например, вчера написала комментарий. Ольга, которая активно пишет комментарии у Галины с канала «Жизнь на юге Англии». Ну и про Лену она тоже не забывает. Так вот, она написала комментарий, в котором она просто недоумевает, почему Лена и такие женщины, как Лена, переезжают в такие изолированные места, где нет ничего. Где ты не можешь просто созвониться с какой-нибудь подругой, например, и пойти в кафешку местную. Просто пешочком дойти. Или, например, на какую-нибудь выставку, тоже созвонившись с подругой. Почему такая изоляция? Почему вокруг ничего нет? Почему вокруг нет цивилизации? Лена ведь нам рассказывала, что из Тайтосвилла ей так хочется вырваться, так хочется вырваться в цивилизацию поближе к Майами. А вдруг выясняется, что и под Майами тоже ничего нет. Лена сидит изолированная в четырех стенах, и поэтому ее колбасит. Она не привыкла так жить. Она все лето мелкими перебежками от входной двери до машины, потом на машине доезжает туда, куда ей надо, в данном случае, например, на работу, потом от парковки до входной двери в офис. Также и в супермаркеты. Лена мелкими перебежками от парковки до супермаркета, от супермаркета до парковки. И потом снова домой, чтобы сидеть в четырех стенах. Да, Лена оказалась в изоляции, потому что какие подруги, какие кафешки. У Лены нет таких условий для проживания сейчас. Ну, во-первых, это реальность Флориды, да? То есть все разрозненно, все очень далеко. Для того, чтобы общаться с подругой, ей нужно ехать пять часов в одну сторону. Это действительно звучит даже как сумасшествие, да? То есть нормальный вменяемый человек так общаться с подругами не может. Для того, чтобы просто вот так созвониться, давай встретимся, давай сходим в бассейн, давай поиграем в карты, давай попьем чайку. Лене нужно найти подругу в комплексе, в том комплексе, где она живет. В комплексе 55+. Пусть эта подруга проживает в каком-то другом здании. Там ведь очень много зданий на территории этого комплекса. Ну, было бы неплохо, допустим, с кем-то там познакомиться. И вот так вот по настроению пойдем сходим в бассейн, поплещемся, давай встретимся, попьем чайку. И вроде у тебя уже рядом подруга, и тебе не нужно куда-то бежать, куда-то лететь на всех парусах. Тем более, что Лена объяснила нам, что при нынешних погодных условиях, то есть жара невыносимая летом во Флориде, по крайней мере там, где она живет, выходить на улицу невозможно. Это действительно так. У нас вот тут много сейчас людей из Флориды. Они приезжают на лето сюда, потому что они не могут просто существовать в Флориде из-за жары, из-за пекла. Нельзя просто так посреди бела дня выйти, посидеть, подышать свежим воздухом. Этого просто не существует в природе под Майами. Поэтому Лене, естественно, очень тяжело выживать. Она оказалась в нечеловеческих условиях, в очень суровом климате. Она же рассказывает, что она даже на улицу выйти не может видео снять, не говоря уж о прямом эфире, потому что телефон перегревается быстрее, чем она сама перегревается. То есть она все время прячется в квартире. Она говорит, что самое приятное ощущение для нее, это когда она открывает дверь квартирки и заходит в это кондиционированное помещение. Для нее ад просто находиться на улице, эти мелкие перебежки. Поэтому, естественно, чтобы была подруга для общения, для такого живого общения, куда-то вместе сходить, что-то вместе поделать, это должна быть женщина из этого же комплекса. Но проблема в том, что Лена не признает всех этих бабулек. Лена общается только с молодежью. Даже для друзей, в качестве друзей она выбирает всегда молодых женщин. То есть вот почему, например, она не общалась с мамой Галей, а общалась с ее дочерью Мариной? Это мне вообще непонятно, хотя по возрасту ей больше подходит мама Галя. Почему у нее арт-директор, креативный директор, девчушка молодая, 30+, непонятно тоже. Почему она выбирает молодняк все время для общения? Наверное, Лена подпитывается все-таки их энергией, какой-то энергетикой, да? То есть вот со своими ровесницами она как-то не очень, а уж с женщинами постарше, так это вообще Лена их даже не рассматривает в качестве подруг. Ну а в комплексе 55+, там только такой контингент. В общем, Лене очень сложно, естественно, из-за того, что она сидит в четырех стенах по разным причинам и погодные условия неподходящие, и то, что никого не знает. Плюс у Лены ведь совсем нет мотивации для того, чтобы искать каких-то там новых друзей, знакомых, потому что Лена все время повторяет, что как только она расплатится с этой квартирой, как только она выкупит ее, она сразу же эту квартиру продаст. Она не хочет ни секунды, ни минуты оставаться в этом жилом комплексе 55+. Это вообще не ее. Она подальше хочет оттуда свалить. Поэтому, естественно, когда вы вот с таким настроем проживаете, да, что все мне неприятно, я хочу поскорее отсюда убраться, естественно, вы не будете там искать никаких друзей. Все эти люди, которые там вокруг вас шлындают, они как бы лишний раз напоминают вам о том месте, где вы не хотите жить. И, естественно, вы не хотите с ними ничего общего иметь, вы не хотите их пускать в свою жизнь. Вы прячетесь в своей коморке, стены начинают на вас давить, и, естественно, у вас начинаются вот такие вот перепады настроения. Все не так, все не эдак, тем более Лена-то любит, по сути, везде шататься. Ее хлебом не корми, дай только куда-нибудь съездить, дай только где-нибудь прогуляться, уехать в отпуск, где-нибудь зависнуть. А тут вот такая ситуация, что приходится сидеть дома, не высунуться никуда. Естественно, ее колбасит эту Лену. Вот вам и результат. Вот такие перепады настроения. Может быть, поэтому Лена все время грезит Европой, вспоминает Европу, как она там гуляла, как она там ходила, как она в Париже пошла в Кабаре, а потом, выйдя из Кабары, пошла в близлежащий ресторан, где она ела такую курочку, а может быть и устрицы, я уж не помню, что она там ела, но, в общем, очень изысканную кухню она ела в ресторане с белыми скатертями. И она вот скучает, наверное, по такой реальности, когда можно просто выйти из дома и на своих ножках дойти до ближайшего ресторана, до ближайшей кафешки, посидеть на лавочке, снова вернуться. Правда, по-моему, те времена тоже уже туту, тоже уже прошли, потому что мы наблюдали за тем, как Лена шикарно проводила время в Брюсселе, оказавшись в самом центре бельгийской столицы, где не нужно, в принципе, вообще было пользоваться никаким общественным транспортом. Ты спустилась, ты прошмыгнулась по кафешкам, по ресторанам, просто походила взад-вперед по центральной улице, по центральной площади и снова вернулась домой. Такие шикарные условия, но и тут Лена сплоховала, и тут она все бросила и уехала раньше, потеряв огромные деньги, оставив мешки с едой, которую она днем ранее купила, отоварившись. Нет, чтобы в Турцию отвезти в апарт-отель. Селим был бы рад. Нет, все побросала, все оставила, квартиру освободила днем ранее, потеряв огромные деньги, и как будто один день сделает погодой. В общем, все у Лены через одно место. Мне с трудом верится, что, переехав даже в Европу, если когда-нибудь настанет этот день, она сможет там вот так вот наслаждаться жизнью, дышать полной грудью, как она о том мечтает. Но и в Соединенных Штатах Америки тоже почему-то все идет не так. Как-то она не вписывается в общую картину. Ну, в общем, ладно, не будем березить эти раны, будем ждать, когда же Селим наконец приедет, и Лена наконец-таки заживет долго и счастливо. Главное дожить до этого момента и не свихнуться, не сойти с ума, а все предпосылки к этому есть, судя вот по таким перепадам настроения. В принципе, вот и все, что у меня было по Лене Хэппи. Единственное, скажу, что у Кристины Никодимус вышел юмористический шортс, на который вдохновила Кристину именно Лена Хэппи. Кристина тоже стала работать за копировальные машины. Она ксерит евро-купюры с тем, чтобы рассылать миллионы своим друзьям и знакомым, возможно, даже некоторым подписчикам. Вот такие новости у нас по Лене Хэппи. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, делитесь. Мне всегда очень приятно читать ваши комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя, ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.